мои хорошие приступаем итак у нас с вами бифлекс вот смотрите я его резала раньше неправильно и у меня вот такие вот вот такие вот кругом лоскуты оставались в общем чтобы резать теперь надо вот это все убирать и не очень то это получается экономно поэтому сейчас я вам покажу как сделать правильно и сразу и почему так лучше берете ткань весь берете выкройку выкройку я делаю из-за вот такой вот штуки которые на столе лежат клееночки вот из них я делаю выкройки и рисуете ничего не измеряя просто вот так рисуете обводите выкройку здесь у нас будет дырочка и вот так вы все 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 вот так обводите полосочкой и потом в эту полосочку двойную вырезаете вот так вот смотрите вот я ее вырезала и у вас тогда будет ровно отрезан слой вот этой ткани и следующий пойдет на другие уже там на ноги там больше берется так это для того делается чтобы ткань расходовалась аккуратненько вот я уже нарисовала здесь видите у меня тоже вот тут выпады выпады этот просто влезла в этот кусочек и я поняла что лучше сразу вот такими длинными пластинами делать чтобы было экономно и потом удобно собирать это все дело удобно нас ли для следующих действий для чего мы так делаем если вы сошьете одну куклу то вы ничего не поймете и не закрепите опыт поэтому я вам советую сразу же шить много много деталей детали ручек сейчас на руки будем с вами шить потом мы с вами сошьем ноги чтобы вас это все откладывалось просто отложилась в на уровне тела практически вот так мы раскладываем все это дело в общем знаете всегда хочется чтобы выпадов было меньше ну это во всем производстве на всех производствах есть инженеры-технологи которые этим занимаются это как раз я получилась на этой специальности вот чтобы процесс был менее трудозаём трудоемким и менее затратным поэтому вот лучше всего делать так как я вам показываю вот видите вот тут у меня выпад вот тут выпад это уже не на руки и не на ноги никуда вот сейчас я вот это вырежу кусочек и тоже никуда поэтому лучше сразу такой длинной полосой вырезать отрезать а потом брать сколько вам надо и отшивать дальше берем иголочку иголочками мы закрепляем ткань у нас то есть получилось той стороны без с этой стороны без а внутри у нас трикотаж закрепляем и вырезаем таким прямоугольником и вот о чем я вам говорил да остается вот такой выпад выпад в общем куда-нибудь я его конечно при прикреплю но лучше без этого лучше чтобы ровненький вот такой вот кусочек ткани шел 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 так мы это с вами сделали вот ведь у меня сколько рук руки 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 прям вот легко вот так берете кладете и делаете расстояние просто вот здесь расстояние где-то меньше даже сантиметра между ними можете больше делать как вам удобно но мы будем отрезать вот так вот поэтому нам ничего не помешает и для этой руки останется для этой руки останется все останется дальше если вы шьете две руки только сейчас то третью вам надо тоже прострочить чтобы закрепить этот конец ткани чтобы мы когда это вырезали вы на следующий раз уже начнете шить уже не надо ничего подгибу подгонять потому что все будет закреплено все мои хорошие идемте на машинку и сошьем руки такой курс такую кучу мы не будем с вами шить мы сошьем нам только меньше всего лишь три штуки от строчим и мы берем начинаем шить вот видите у меня тут одна рука осталась я эти вырезала теперь я начинаю отсюда шить вот отсюда вот вот отсюда начинаю шить ставим длину стежка 1 и 5 ну у кого есть и 1 и 5 у кого нет 1 и 5 можно ставить 1 и 8 и поехали закрепочку ставим и обязательно попадаем в строчку попадаем на вы нарисованную линию вы можете медленно это все делать у машинки есть медленный ход сейчас машинки такие современные пошли в них даже можно педалью не пользоваться вручная есть вы тут настройка поворачиваем все строчим тихонечко если вдруг вы не попадете это не страшно можно перестрочить прям сверху ничего распарывать не надо сверху по но по строчке настрочить и все будет хорошо вот тут я не попала надо сейчас перестрочить вот здесь видите вот вот у меня нарисованный пальчик я пошла дальше будет пальчик чуть побольше сейчас мы на этой руке сделаем точно такой же пальчик можно строчить в эту сторону смотрите как вам удобнее попробуйте и в ту и в эту сторону потому что пальчики могут получаться смотря с какой стороны вы строчите вот давайте в эту сторону сейчас поедем хочет уйти сейчас я ее потяну делаем опять закрепочку и строчим я думаю с этой стороны даже удобнее пальчик сделать я даже не вижу этой строчки нарисованы лучше рисовать ручкой не жирной линии тоненькой и в конце опять закрепочку не доезжая вот тут не дострачивая ну сантиметр чтобы чтобы была была возможность забила набивать детали так вот я три руки сделала нам две мы сейчас вырежем 1 останется на следующий раз теперь мы вырезаем наши ручки оставляем 3 миллиметра не больше потому что много не надо нам здесь вырезаем я сейчас одну руку вырежу дальше начнем их набивать так вот здесь мы делаем обязательно надсечку не режут кто им только чего не резал так не доходя миллиметра до строчки и не режут бывает 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 такое вот так вот разрезали вот видите вот столько не доходя и начинаем выворачивать выворачивать процесс не из легких сразу вам скажу потому что деталька маленькая маленькая малюсенькая но мы это сделаем с вами можно вставить туда палочку самый вот так конец и вот так пинцетиком себе помочь так туда но этот способ мне не очень нравится потому что ткань иногда в общем съезжает и тащится один слой а нам надо чтобы это на больших деталях хорошо так делать на маленьких детальках лучше всего выраб выворачивать прям сразу через дырочку вот таким вот образом может сразу не получаться деталь все помнется да вот этот бязь это не страшно совсем и советую вам сшить сразу много много деталек потому что когда вы сошьете одну куклу и можно сказать ничего не поймете потому что должно отложиться у вас автомать до автоматизма все чтобы уже знали куда что идет и не прибегали уже к просмотру мастер-класса на просто чтобы это у вас все отложилось внутри вас внутри деятельность действий в теле телесные ощущения не забывайте дышать потом и девочки такие когда работаем что-то делаем так уходим в процесс знаете а в детстве когда уходила в процесс у меня даже язык вываливался сижу так в себя прихожу двух таких язык выпал хорошо слюни потекли все завораживает так вот сюда мы все затолкали а теперь вот отсюда тихонечко тихонечко предупреждаю начинаем вытягивать потому что ткань может порваться если вы начнете сильно тянуть или каким-то острым предметом просто вот так тихонечко прям медленными шажочками вытягиваем одну ткань вот она тянется одна ткань бифлекс а все остальное потянется за ней уже но медленно медленно тяните пожалуйста я так один раз тоже тянуло так быстро быстро у меня остались дырки когда спинцет вот так срывается дырки остаются поэтому не спешите все успеем вести теперь с этой стороны и потянули вот она уже вылезла вот на готовая одна рука как пальчик какой-то не вывернутый пальчик теперь берем синтепон вообще кому что нравится я синтепоном обычно набиваю найти он дешевый я беру сразу тюк по 30 мест по 30 рублей метр у меня выходит в тюке 50 метров или 30 метров в зависимости от плотности его и получается стоимость 40 рублей что за метр я даже не считала ну и раньше считала потом поняла что это дешевле дешевле брать выгоднее то есть выгоднее брать оптом потому что выходит дешевле и тогда себестоимость кукол у вас получается совсем махонькая потому что из этого тюка синтепона можно столько всего нашить у меня одного тюка хватило на с семнадцатого года по 19 на два года я закупила его в семнадцатом году вот мне на два года хватило потому что я не очень люблю выбегать на улицу когда у меня вернее даже ехать магазин когда вдруг неожиданно у меня заканчивается что-то это же сразу процесс останавливается уже куда-то бежать надо а вот ты съел так спокойненько знаешь что всего хватит и сидишь и шьешь наслаждаешься процессом по маленьким кусочкам вот когда вы по маленьким у вас целлюлита вообще не будет так здорово девчонки никуда не спешить вообще так классно жить оказывается вот эти стахановские планы не надо выполнять сидишь себе и радуешься процессу находишься здесь и сейчас без мысли в голове надо вот это сделать вот это и вот это вот это вот когда так начинаешь думать что столько всего надо сделать такая внутри тревога образуется вот именно у женщину у меня вот лично не знаю как у вас мне кажется все мы одинаковые у всех у нас одинаковые проблемы одинаковые по всем и братья-сёстры и когда вот так вот думать начинаешь разрываться да не здесь и сейчас ты в моменте а где-то ты твои мысли где-то что надо сделать когда зачем-то почему-то все тревога поселяется в теле мы начинаем дышать медленно то есть нет немедленно поверхностно поверхностно не глубоко и происходит тревожность которая начинает жить вместе с нами и вот просто я один раз заметила как у меня лицо стало меняться между бровями такие складочки образовались мама-то у меня лечит врач практически она говорит тебе надо чистить печень потому что у тебя образовались складки я понимала почему они образовались от отдумания ой надо вот это сделать вот это вот это и вот так брови вместе собираются и получается такая складочка то есть наше лицо отражает все наши мысли так что думайте лучше хорошо или в общем об этом моменте где мы сейчас находимся так вот такая рука у нас получилось девчонки я стала дышать извините меня даже муж говорит ты чё так дышишь а я как-то прихожу возвращают меня вот эти дыхание вздохи-выдохи в тело возвращают а как мое тело сейчас чувствует себя вот у меня сейчас была нога на ногу закинуто просто автоматически когда стала дышать я вдруг почувствовал что мне что-то некомфортно в теле и вот я заметил что нога нам на ноге лежит я ее быстренько сняла вот именно дыхание помогает это понять и осознать делаем еще одну в общем то значит я не буду сейчас набивать вторую руку потому что вы уже поняли этот процесс и сейчас мы просто с вами заши сделаем пальчики и зашлем все дырочки вот и еще когда мы в конце все сделаем нам нужно две руки обязательно вот так измерить друг у другу приложить чтобы они были одинаковыми и еще обязательно делать лицо и внутри где будет у нас рука чтобы нам не было никаких там закрепок еще чего-то так хочу себе всю игольницу сделать наверно скоро скоро сделала лучше всего делать вот таким вот образом два кончика нитки вставляем по иголку любимое занятие и начинаем можете нарисовать конечно себе как так значит у нас серединку нашли вот тут пальчик будет 124 так у нас получается пальчики и начинаем можно было и тут сделать точечки поставить смотрите его еще разочек дубль 2 и возвращаемся вот так вот у нас тут петля образовался будем делать вместо вместо узелка и вот в петлю вошли и затянули затянули это у нас получилось видите без всяких разных вам видно где я тут сижу без узелков теперь мы вот сюда входим и выходим вот в этой точке в следующий и потянули чтобы она у нас вот так закрепилась опять перекинули зашли вышли в точке потянули вот так вот чуть-чуть сюда и потянули затянули вышли опять мизинчик мизинчик выходим прям в этой же точечки вот тут вот надо будет подержать пальчиком помочь чтобы не съехала затянули можно делать не двойной ниткой а одинарный как вам удобнее двойная нитка разлетелась так и теперь я вот чтобы мизинчик как-то определить я вот сюда вот вот нитка у меня тут я вот сюда опять мизинчик ухожу и затягиваю просто так хопс и получилось у нас такой мизинчик маленький я так почему-то делаю дальше идем в локоть выходим прям вот сюда в локоток и выходим вот опять же в эту же дырочку вот с этой стороны в локоток а тут у нас будет локоточек такой можно повторить сюда же опять затянуть и вот сюда уходим зашивать мы все сделали одной ниточкой чтобы меньше узлов было теперь зашиваем потайными стежками чтобы не было видно этого шва лучше всего конечно зашивать брать два слоя вместе с бязью ну может этого не произойти не отчаивайтесь просто потихонечку мелкими стежками зашиваем делаем узелочек вот узелочек тут лучше всего сделать такой небольшой я вот прям вот сюда сейчас уйду и вот здесь сделаю узелочек рука попала в колесо вот так раз и вот так же с этим узелочком вот сюда вот выйду шовчик все вот так у нас получилось все все лишнее отстригаем тут у нас синдепон торчать может вот эту нитку отстригаем убираем все девчонки вот такая рука получается я аж охрипла вроде немного говорила так вот такая у получилась рука в принципе она у нас получилась и можно в эту сторону и в эту сторону делать лицо неважно где будет лицо все хорошее второе делаем точно так же и она должна быть идентичной этой то есть одинаковый прям совсем одинаковый мои золотые встретимся в следующем уроке люблю 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 пока пока чтобы у вас все получилось присылайте фотографии и задавайте вопросы что не получается вроде вроде все получится должно я разжевала по полочкам пока пока мои хорошие